Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас среда, 12 октября 2022 года. Среду и пятницу я пощусь, сегодня я так же сама пощусь, и я поела овсяночку на воде, просто на воде, и кусочек хлеба, и сейчас делаю кофе тоже на воде. И добавила кленовый сироп вместо сахара, но иногда я добавляю сахар. Так что у нас, так, среда, среда замечательный день, чтобы чистить наши абгиевые конюшни, абгиевые конюшни нашей души. Смотрите, 30 серебряников, сегодня именно Иуда продал Иисуса Христа за 30 серебряников. Поэтому, чтобы мы... Зачем же вот я пощусь? Чтобы помнить, чтобы своя душа, вот моя душа, она на время только моя, вот такая вот крохотная, маленькая, и она моя, и на время, пока она вот в этом теле. Если она будет не в теле, вот если Господь её пожелает, и забрать, и забрать может в любую минуту, и предстанет она. И молитвы со мной останутся. Молитвы, которые вот я выучила, всё, что, знаете, чем я заполнила сердце, вот то и у меня и останется. Это у меня водичка закипела. Я сегодня растворимый кофе себе сделала. Так вот, чем мы заполняем душу, чем мы заполняем наш мозг, чем мы заполняем наше сердце, то с нами и останется, когда Господь заберёт нашу душу. Так вот, я призываю вас, чтобы и вы об этом помнили. И, да, реально призываю, чтобы постились по средам и пятницам. И это день именно для памяти. Для памяти, что Исаф продал своё первородство за чечевичную похлёбку. Вот. Чтобы не мясо ели. Ну, смотрите, я ничего не имею против мяса. По средам и пятницам, да. И по постам тоже, да, имею против. Потому что я христианка. И очень сожалею, что мои родственники, никто из моих родственников меня не научил этому вообще. Вы знаете, мне кажется, что... Я вообще не знаю, как мы вот выжили. Я вообще не видела ни икон, ни молитв, ни моей бабушки, ни мамы. Я не помню ничего. Я помню единственную икону, которую моя бабушка Таня вот держала на даче. И когда я спросила, это тоже я второй раз озвучиваю. Когда я спросила, я помню этот момент. Я спросила, бабушка, а зачем вот эта икона? Она не знала, что ответить. Она не знала, что ответить. Она мне ответила, пусть будет. Она не сказала, так надо. Она сказала, пусть будет. А смотрите, а где эта икона? Вот меня это очень волнует. Потому что моя мать людей поселила туда, склонных к алкоголю и так далее. В общем, всё пропало. Ни альбомов, ни фотографий, ни той иконы. И самое ценное. Вот всё пропало. И я лично первую икону подарила своему покойному брату. И он очень доволен был. Она вот в бархатной этой вот, точно такого же, смотрите, в бархатной вот этой вот подложке, обложке, как она там называется, правильно? Это именно та, которую вот Дженнифер себе выбрала на синюю. Даниил выбрал Бордову, они сами выбирали. А я сама Серёжа купила и вот принесла. И у меня есть фотография. Он её так вот, то есть он попросил меня, Оксана, сфотографируй меня с этой иконой. И я его сфотографировала. И моя мать не забрала эту икону. Когда она уезжала, вот через полу... В прошлом году, в конце февраля она уезжала. Ну, она ж полтора года ещё с Серёжей прожили вот у Осиповской квартиры. Она забирала чашки, ложки, поварёшки мои, эти вот одеяла, подушки. В общем, я же это всё сама покупала за свои деньги. Слушайте, мне этого всего не жалко. Она не забрала, она не забрала Серёжины итальянские туфли, которые я ему подарила. И она не забрала икону Серёжину. Серёжину. Я ей тоже подарила икону, но маленькую иконку Валентины Святой. А её она не оставила. А вот оставила Серёжину. Она же... Даже если Серёжа не хотел брать. Правда, она могла тихонечко взять и вот как память Оксаны. Нет. Там всё было по-другому. Всё было по-другому. Я помню момент, когда я... У меня же брат умер 15 мая. И до сих пор вот я заблокирована матерью. Моя от кузина, одна, вторая и мамин брат знали о смерти. Мне никто ничего не написал на 40-й день. А я после его смерти, вот 15 мая, это именно день рождения моего мужа, 16 мая полгода ровно внуку исполнилось. И вот с того момента я ходила как чумная. Я даже не знала, что брат умер. Я сама по себе молилась. Там и Акафисты, и всё. Но вот я понимала, что, вы знаете, что-то такое произошло. Но вот я не знала. Я не знала, с чем это связать. И на 40-й день, когда его не стало, вот это была пятница, 24 июня. Ровно через месяц. Его день рождения было бы ему 40 лет, 24 мая. Это 24 июня, это пятница. Вот, когда Дженнифер перевернулась на квадроцикли. Вы знаете, у неё уже до сих пор нога вот, ну, немеет. Там мышцы немеют. То есть она катается на фигурном катании, а у неё, ну, под этим вот, под ботинком, ну, там, где вот она, там, там мышца просто она немеет. Она её не чувствует. Вот. Но это, конечно, чудо, что произошло, то, что она вот жива осталась. И это чудо. Я вот благодарна вот эти благословения. Это просто благословение с того света. С того света оно это произошло именно на 40-й день. Вот. Поэтому я, минимум, что я делаю, среда пятницы я пощусь. И вчера, вы знаете, я вчера, у меня был огромный этот вот перерыв. Я не молилась вот за убиенных младенцев. Знаете, с какого? Вот я же записывала. Я помолилась за Павла. Но 22-й ребёнок Павел, 28-го сентября. А вчера было 11-го октября. Вот я вчера промолилась за Алексия. Алексея, но я говорила Алексии. Правильно? На этом вот, как православию. То есть 23 вот ребёнка. 24-й сегодня, Анатолия. 24-го мая, знаете, это вот день рождения у Серёжи. Вот. И именно вчера я получила, потому что я заказала из Израиля, из Иерусалима, вот такая вот штучка, вот, знаете, благовоние, масло, масло оливковое из Иерусалима. Посмотрите. Эти вот благовония, вот этот вот, не мирок, а Ладан. Ладан. И сегодня я ещё видео сняла, как чёрт Ладана боятся эти вот, и ветхозаветные боятся на 53-й главу Исаии. Попробуйте сами поговорить. Если вы увидите ветхозаветного еврея, поговорите на 53-ю главу Исаии, или на самое начало бытия. А вчера я ставила про начало бытия. Это первая глава, самая первая глава начала, где Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. Вот. Я же говорила за аборты и за всё. Сейчас же просто мир перевернулся. Пирамеда масла просто перевернулась. Вот. Просто наоборот. Смотрите. 1. Первая глава. 28-й стих. Благословил их Бог и сказал им, Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. И владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле. Это вообще, это первая страница Библии. Просто первая страница Библии. А что сейчас люди творят? Что творят? Так вот, за вот этих вот младенцев у Биена, выслушайте, все мышцы болят. Я с 10, 28 сентября, это представляете, это вот 13 дней, 13 дней я не молилась, именно за этих вот, я молилась, ну, Библию читала, всё, а вот за младенцев не молилась, вчера помолилась, и сразу я получила, представляете, это же я с Израиля заказывала, там же нету, ну, как, нету гарантии, что я вот, что они меня доставят, я раньше никогда это не заказывала. Вот вчера я промолилась, пошла, вот я показывала к ящику, а там вот эта посылка, вот, посылка пришла, и, и свечи, и свечи прямо, и написано было по-русски, вот, и свечи из, из Израиля, из Иерусалима, самое главное, я же не знала, тут вот магазин, что это, написано по-русски, из гроба Господня, Church of the Holy Sepulture, Jerusalem, из гроба Господня, прямо по-русски написано, представляете, это что-то потрясающее, в общем, Господь по ругам не бывает, как только я поворачиваюсь к Господу, вот больше, чем, ну, знаете, вот именно прилепляюсь, я вообще не знаю, сразу же идут такие благословения, что просто, знаете, вот, радости, это все слезы радости, слезы радости и покаяния, это очень хорошо, хорошо.